Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как обычно, Едоман. Сегодня у меня на обзоре будет настойка горькая Absente Freeman. Производит у нас ООО Объединенные Пензенские водочные заводы. Объем здесь 0,5. Приобретался напиток где-то с год назад, по-моему. Нашел его, лежал он у меня, ждал своей записи. Тогда в магазине «Красное и белое» он стоил в районе 450 рублей, но это по акции. Здесь обычная зеленая этикетка, также черная крышка, обычная винтовая, я так предполагаю. Сам напиток зеленого цвета, кстати, пахнет тархуном. Как всегда, наполним немножко сюда и немножко сюда. Конечно, в руке лежит не очень удобно, немного разливается. Как всегда, в коньячном стакане мы оставим, пускай постоит, подышит. Приобреталась бутылка чисто из-за ее дизайна. Здесь вообще классный такой черепушка. Там еще есть, по-моему, джин, розовый и, по-моему, белый. Тоже фриман и тоже они с такой же черепушкой. Ну, не знаю, насколько это будет, конечно, вкусно. Вообще, что такое абсент? Абсент это, в принципе, и есть настойка на полынь. И главный экстракт здесь должен быть полынь. Но, конечно, крепость здесь 60, что немаловажно. То есть, это реально крепкая настойка. Но спиртового запаха нет никакого пока что. В основном присутствует сладость. Да, друзья, первое, конечно, заходит конкретно жестко. Самой спиртуозности, как таковой, нет. Но очень сильно вот эта сладость, она обжигает. Поэтому нужно закусывать сразу. Под закуску нужно брать что-то такое нормальное, объемное. Не знаю, персик, конечно, заходит более-менее нормально. А опять же, что такое вообще абсент? Абсент изначально настаивался, то есть, полынь настаивалась именно на спирту. Из-за этого она вырабатывала туйон. Ну, я думаю, вы знаете, что это. Об абсенте ходят легенды, что есть у него некие наркотические свойства. Ну, в данном напитке, я думаю, этого не будет. И даже если вы купите какой-то тысячи за полторы, то, я думаю, тоже этого не будет. В составе спирт этиловый, ревтификованный, из пищевого сырья люкс. Вода питьевая исправленная. Настой спиртованный растительного сырья. Бадьян, полынь, кориандр. Ароматный спирт растительного сырья опять. Так, так, так. Бадьян, полынь, кориандр. Сахарный сироп. Настой спиртованный фенхеля. Солодки. Красители синий. Патентованный. Тартразин. Срок годности не ограничен, что тоже немаловажно. Значит, можно данный продукт при сохранении, при соблюдении условий хранения, данный продукт можно хранить. В общем-то, друзья, я думаю, что многие могут сказать, что, типа, да нет, за такую цену это не может быть настоящим абсентом. Но запах, друзья, обманчив, конечно. Запах обманчив и вкус тоже. Кстати, с каким-нибудь сыром пойдет намного лучше. Ну и, соответственно, комнатной температуры я бы, наверное, пить его не советовал. Итак, друзья, еще раз напомню, что многие скажут, типа, да нет, за такую цену абсент это быть не может. Но, поверьте, просто пензенские водочные заводы просто, как говорится, пошли в поле, насобирали данные травы, то есть полынь и все прочее, и сделали. И, кстати, когда вот этот туйон начали запрещать, то полынь уже настаивали просто на воде. То есть во многих странах Европы он как бы запрещен. И также, друзья, хочу попробовать сейчас один вариант, то есть разбавить с водой. Холодная вода, она должна раскрыть его все вот эти вот вкусы и именно ароматы. Проверим. Для вас, друзья, прошло одно мгновение. И, смотрите, я специально заморозил стакан, добавил сюда еще льда. Я хочу немножечко сюда налить и проверить. Может, правда, охлажденным со льдом будет намного поприятнее. Ну и, соответственно, по самому вкусу, потом я обязательно объясню, как вообще, ну, что это, нормально это или нет. Так, немножко со льдом. Я думаю, сейчас лед немного подрастает и получится, что он все равно смешается с водой. Также я охладил, ну, правда, я взял сразу в воду без газа, но она будет идти с цитрусом. Я думаю, тоже будет нормально. Вода у меня тоже охлажденная. Где-то рекомендуемая доза 30 грамм. Вот так будет достаточно. Ну и разбавим это все холодной водой. Где-то 1 к 3 получается, или даже 1 к 4. По идее, он должен стать мутного цвета. Нет, ну, конечно, мутного цвета он не стал, потому что, если мне не изменяет память, я смотрел обзоры, он должен стать мутного, если сахар в нем растворить. И посмотрим сейчас, раскроет ли он какие-то ароматы свои. В запахе я чувствую очень-очень много сладостей. И вот очень сильно в нос сейчас бьет вот именно солодка. Почему-то солодки здесь, ну, реально преобладает запах очень сильно. Очень даже сильно напоминает вот эту самую микстуру от кашля, корень солодки. Попробуем. Кстати, друзья, очень прикольно даже. Водичка холодная с цитрусом придает совсем уже другой оттенок. То есть, реально это становится, этот напиток становится пивабельным. То есть, комнатной температуры я его вам пить вообще никак не рекомендую. Лучше всего, наверное, данная настойка подойдет для коктейльных вариантов, либо же в варианте с водой. Интересно, в охлажденном просто виде. Вот в чем прикол, что здесь был охлажденный стакан, я добавил льда, и вообще запаха никакого не присутствует. Ну да ладно. Все-таки мне интересно узнать именно по самому напитку. Но я думаю, с коньячных бокалов вряд ли кто-то станет данные напитки пить. Но и запах, наверное, здесь будет. Ну, то есть, получается то же самое, как и с бальзамами. То есть, нюхать бальзам невозможно с коньячного бокала, так как там будет настолько вот этот травяной настой бить, что просто нереально. Здесь, наверное, будет такая же песня. Ну, кстати, с коньячного бокала нет такой выраженной спиртуозности тоже. Пахнет полынью, прям отчетливо. Ну, не знаю, насчет бадьяна и всего прочего, но вот полынь сейчас вырывается именно на первый план. Пробуем. Да, друзья, когда данный напиток комнатной температуры очень сладко, очень обжигает, но, опять же, спиртового жжения практически нет никакого. То есть, спиртуозности нет. Вот это, кстати, само и опасно. То есть, вы будете думать, что спиртуозности нет, все сладенько, все прекрасно. Выпейте такую бутылочку в одно лицо, и я не знаю, я вам, наверное, утром не позавидую. У вас будет такой дичайший бадун, что я не знаю. Как я уже сказал, что данный напиток очень интересен именно своим дизайном. То есть, такая вот бутылочка, выпуклый сделан череп, сам цвет зеленый, все надписи есть, все есть. То есть, бутылочка очень даже привлекательная. И цена тоже. И да, друзья, я могу смело сказать, что данный напиток, если, допустим, вы еще ни разу не пробовали абсент, вы не побежите же, правильно, покупать тысяч за пять, какой-нибудь французский или еще какой-то. И также, друзья, смотрите, возможно, в зарубежных абсентах, которые стоят от тысячи и выше, там уже будет присутствовать, возможно, там альпийская полынь какая-то, возможно, специальную какую-то полынь выращивают. Также там могут использованы быть другие травы, то есть, другие настои. Но примерно плюс-минус все вот эти абсенты, они будут одинаковые. То есть, главный экстракт там это полынь. Но вот насчет, конечно, корня солодки, это они реально погорячились, надо было ее не добавлять. Но реально какая-то получается микстура от кашля сладкая. Интересно, именно в холодном виде. Да, в холодном виде тоже вот этот корень солодки перебивает все. Но на послевкусии, если немного подождать, кстати, охлажденный, он пьется намного-намного приятнее. Если немного подождать, на послевкусии чувствуется полынь. Но полыни здесь такое ощущение, как будто не очень много. В основном все забивает этот долбанный корень солодки. И также, друзья, если вы решили начать свое знакомство с абсентом, возьмите сначала такой вариант, нежели выкиньте вы, допустим, деньги, купите за 5000 какой-нибудь французский абсент. Вам он не понравится, будете кусать локти, говорить, нахрена я его купил, что теперь с ним делать. Возьмите такой вариант, попробуйте, и тогда уже будете знать, вообще нужен он вам или нет. Ну, либо же можно поискать какие-то более дешевые абсенты, но чтобы там в составе не было вот этого корня солодки. Тогда это будет намного приятнее. По самому напитку комнатной температуры с коньячного стакана я его пить вам вообще не рекомендую. То есть, ну реально, будет очень сильно обжигать. Если охладить стакан, добавить льда и, соответственно, холодный вариант, то он будет заходить намного мягче, намного приятнее, не будет никакой особой сладости. И если использовать примерно 1 к 3, 1 к 4 воду, ну в моем случае с цитрусом, ну можно просто холодную воду, то получается вообще очень даже прикольная вещь. Ну, здесь я не буду сильно растираться, как говорится, на коктейльные варианты. Возможно, когда-нибудь потом я запишу именно коктейли. Чисто будет отдельное видео. Ну, а так пока что здесь, то есть я не вижу смысла растягивать видео минут, на 20, а то и на 30. Поставить такой напиток на застолье, я думаю, нет. Но еще, друзья, как вариант, чистом виде, если вы живете в своем доме, там ходили целый день по двору, рубали дрова, там готовили баню, еще там что-то, зашли, замерзшие, бахнули грамм 30 и согрелись сразу же. Брать или не брать, друзья, соответственно, решать только вам. Напомню, я не профессиональный дегустатор. Я взял продукт, просто высказал свое мнение, понравилось мне или нет. Вы же думайте сами и решайте сами. Но именно второй раз я, наверное, данный напиток не возьму. Вообще, я настойки не очень люблю, какими бы они не были. Так что, как я уже сказал, я лично для себя второй раз данный напиток уже не возьму. И на этой радостной ноте я бы хотел сказать огромное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал и ждите следующее видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.